МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Елена Марданшина. Смотрите сегодня в нашей программе. В сказке в городе. Уличный спектакль от актеров передвижного театра. В волшебство поверили даже взрослые. Ребенок в восторге, мы тоже. Непредсказуемые ватрушки. Какую опасность стоит катание на тюбинге? Рекомендации спасателей. Есть, прежде всего, правила. Они доступны в месте выставлены. Новогодний патруль водителей на дорогах останавливал Дед Мороз. Автоинспекторы поздравляют альметьевцев. В Альметьевске сегодня прошло выступление передвижного уличного театра. Актеры, студенты Казанского театрального училища. Ранее они обучались уличному искусству у знаменитых московских актеров и режиссеров. Тур по городам Татарстана у театра расписан с 29 декабря по 7 января. Он проходит в рамках проекта «Сказки в городе» при поддержке президента республики. За 10 дней артисты-труппы поставят свыше 20 представлений в 15 городах республики. Название постановки – снеговики. В Альметьевске праздничный спектакль показали на трех площадках. В 15 часов актеры выступали в сквере «Каракуз». В 17 часов спектакль показали в парке здоровья. И в 19 часов выступление началось на площади нефтяников. Ну, это интерактивная театральная постановка, где, ну, скажем так, переплетаются разные истории, где сами, как сами снеговики развлекаются с участниками, так и, я уверен, и участники будут развлекаться со снеговиками. Мы впервые на таком представлении, нам все понравились, такие красивые персонажи. Классно. Первый раз такое вижу, первый раз таки столкнулись. Ребенок самый главный – счастлив. И нам очень понравилось. Очень интересно, очень увлекательно. Мы приехали из города Бугульмы к вам. У нас, к сожалению, такого нету мероприятия. Мы постоянно посещаем ваш город. И нам всегда очень все нравится. Ребенок в восторге. Мы тоже подвигались, согрелись. На улице прохладно становится. Мы прям здорово. Задумка очень хорошая. Здесь очень-очень красивая. Спектакль нам, в принципе, тоже понравился. Правда, мы не полностью посмотрели. Для детей действительно сегодня очень много игр. Мы почти во всем поучаствовали. Наш следующий сюжет для тех, кто в праздничные выходные выбирает активный отдых. Катание с гор, лыжи, коньки. У этих зимних развлечений немало поклонников. В последние годы большую популярность приобрели надувные санки. Спасатели предупреждают, что тюбинг – это источник повышенной опасности. Какие меры безопасности следует соблюдать, расскажет Ангелина Хабибулина. Многие ждут зимы, чтобы скорее достать коньки, лыжи и санки. А в последние годы у детей и взрослых появилась новая забава – тюбинг. Это специальная надувная камера с днищем и ручками, в народе прозванная ватрушкой или таблеткой. Спасатели предупреждают, катание на нем может быть опасным и непредсказуемым видом отдыха. В отличие от санок, ватрушки способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска, являясь при этом практически неуправляемыми. Что запомнить в первую очередь? Избегайте катания на необорудованных трассах и горных склонах. Не рискуйте кататься, если на улице сильный снегопад. Во всех спортивных комплексах есть, прежде всего, правила. Они доступно в месте выставлены. Прежде всего, начать, чтобы, скажем, пришли отдохнуть, сначала надо ознакомиться с этими правилами прежде всего. И самое главное – это не где попало, то есть хаотично или по своему усмотрению захотеть, а только тех трасс, которые являются подготовленными. Во-первых, должна быть еще спортивная форма и переговорка, то есть необходимая. И главное – в трезвом виде. Не следует перегружать ватрушку. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на наличие ям, бугров, торчащих кустов и камней. Не рискуйте кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями. Санки-ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей. Кататься следует сидя. Не пытайтесь скатываться стоя или прыгая, как на батуте. Если запомнить эти несложные правила, то отдых принесет вам только приятные эмоции. Если человек со всеми ознакомился с условиями, не нарушает эти правила, то в принципе никаких происшествий не должно. И при этом при этих спортивных заведениях, в случае чего, имеется бригада, то есть медицинские люди, и имеются тренеры-инструкторы, которые из вас, как говорится, можете подойти, воспользоваться их услугами и научиться необходимым, допустим, катанию. А медики напоминают альметьевцам об опасности переохлаждения. По словам специалистов, человек рискует переохладиться не только в сильно морозный день. Есть риск получить переохлаждение, даже когда на улице незначительный минус. Как распознать первые признаки и что делать, чтобы этого не допустить? Смотрите в следующем сюжете. Большинство убеждены, теплая одежда – это гарантия того, что человек не получит обморожение. Оделись потеплее и вперед на прогулку по новогоднему городу. Вот только специалисты предостерегают – переохладиться можно даже при минус пяти. Мы не всегда понимаем, что переохлаждение приводит к тому, что организм начинает терять температуру, а значит, более подвержен воздействию вирусных заболеваний, такие как ОРЗ, ОРВИ, грипп и так далее. А они все имеют последствия, отягощенные, конечно же, уже тяжелым заболеванием. Переохлаждение или по-научному гипотермия – это когда температура тела человека опускается до плюс 35 градусов и ниже. Это может случиться, если вы долго находились на улице при минусовой температуре. Последствия не праздничные. Переохлаждение может привести к болезням лорорганов, легких и даже мочеполовой системы и суставов. Чтобы не допустить этого, нужно запомнить простые правила. Выбирайте свободную одежду и обувь. Не забывайте про головной убор, перчатки и шарф. Также старайтесь не надевать бижутерию и ни в коем случае не греться спиртным. Если сложилась такая ситуация, и вы все-таки попали в зону ожидания, допустим, долгого транспорта, и вы понимаете, что у вас уже переохлаждение переходит в стадию озноба, самое главное – нужно попросить помощи и довести вас до ближайшего травмпункта либо медицинского учреждения, где вам окажут первую помощь. Это согреть теплые ванны одеялами и горячим чаем. Перед выходом на улицу специалисты рекомендуют как следует поесть и напоминают – больше шансов заработать переохлаждение у людей в возрасте или маленьких детей. Поэтому во время прогулки с маленьким ребенком лучше через каждые 15-20 минут заходить в теплое помещение, чтобы отогреться. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альмедевск ТВ. Это еще не все новости. Смотрите далее. Новогодний патруль водителей на дорогах останавливал Дед Мороз. Автоинспекторы поздравляют альмедевцев. Водителей на дороге останавливал Дед Мороз. Так автоинспекторы решили поздравить автомобилистов с Новым Годом. Акцию провели Госавтоинспекции и Территориальное управление безопасности дорожного движения. Водителям желали безопасных дорог, напоминали о важности правил дорожного движения и вручали подарки. Уважаемые участники дорожного движения, от имени сотрудников отдела ГИБДД по Альмедевскому району и от себя лично примите искреннее поздравление с Новым Годом. Здоровья, радости, мира, благополучия, семейного тепла и уюта, отличного настроения вам и вашим близким и без аварийных новогодних праздничных дней. В преддверии праздника Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств, пассажиров и пешеходов быть предельно внимательными, аккуратными и взаимовверженными ко всем участникам дорожного движения. А именно, исключить факты управления транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, строго соблюдать скоростной режим и правила перехода проезжей части дороги. Родителям стоит особое внимание обратить на обеспечение безопасности своих детей на дорогах и местах массового пребывания людей. Лучший новогодний подарок – тот, что сделан своими руками. В этом убеждены героини нашего следующего сюжета. На пенсии им не до отдыха. Команда альмитевских пенсионерок совмещает домашние дела и присмотры за внуками с волонтерством. Они ездят по детским домам, интернатам, школам и дают детям мастер-классы. Учат основам рукоделия и кулинарии. Держи вот так. И покрепче туда. Ученицы школы номер 19 учатся вязать крючком. Мастерство перенимают от альмитевских бабушек. На пенсии мастерицы не сидят дома, а ездят по детским домам, интернатам, школам и дают детям мастер-классы. Минигуль Мустафина уроки рукоделия проводит почти 10 лет. Принимает учеников и у себя дома. Хотя бы одного человека ты научишь какое-нибудь это знание. Знание – это же знание тоже. Это уже как цепочка пойдет. Благодарность от Аллаха всем. После меня же будет заниматься, вязать. В команду рукоделия сходит 12 женщин. По разным уголкам района они путешествуют вместе с фондом «Дари добро». За год волонтеры несколько раз навещали детей из Альмитевского детского дома, школы-интерната в Русском Акташе и городе. Устраивали праздники для детей с ограниченными возможностями из Лениногорска. Эти бабушки, это бабушки, их бабушками ты не назовешь, это настоящие молодые душой. Все бабушки, потому что они действительно, этот опыт, который у них есть, жизненный опыт, умение, творчество, они передаются удовольствием нашим всем деткам. Мастерицы не только учат детей вязать, но еще проводят мастер-классы по шитью, вышиванию, вязанию мочалок и дают уроки по приготовлению блюд. Тем, что сами умеем, делимся с детьми, взрослыми, кто хочет научиться. Алхандуля, вот здесь тоже не первый раз уже в этой школе, часто бываем, почти каждый месяц бываем. Люди очень с доброй душой, очень часто посещают нас для того, чтобы передать свои навыки в этом отношении. Особенно активны люди так называемого серебряного возраста, накопившие багаж полезных знаний и умений. И они с удовольствием, с такой большой добротой, с добрым сердцем передают свои навыки подрастающему поколению. За время мастер-класса дети успели связать теплые новогодние подарки. Те, кто не нашел себя вязание, тоже смогли отыскать занятия по душе. Декорировали имбирное печенье, украшали гипсовые фигурки и мастерили праздничный декор. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. На сайте телекомпании есть график работы больниц Альметьевска в праздничные дни. Практически все учреждения будут работать во все дни каникул. Точное время работы смотрите на сайте в рубрике «Полезные новости». Там же вы найдете график, по которому работают аптеки. Также на сайте размещены телефоны экстренных служб Альметьевска. Кроме того, как обычно, позвонить можно будет по единому номеру 112. Диспетчер направит пострадавшему пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь или аварийную газовую службу. В зависимости от вида чрезвычайной ситуации. Однако есть и другие экстренные службы города, номера телефонов которых также могут пригодиться. Список телефонов таких служб размещен на сайте в рубрике «Полезные новости». И расскажем о том, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. Спонсор прогноза – санаторий Бакирова. Санаторий Бакирова – это уникальная программа лечения бесплодия. Целебные грязи и воды, разнообразная терапия помогает достичь желанного результата. Санаторий Бакирова. Лечит сама природа. Санаторий Бакирова. Это все новости на сегодня. Заходите на сайт, там еще больше информации и все выпуски наших программ. Пишите нам в соцсетях, мы есть везде. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!